Я говорю, такого добра, глухой-то наш. Ну, они же более сентиментальные, чем мы. Да, просто пропустили, без вопросов. Да, у них больше чувств доброты развит. Ну, у нас вот из Грянска собрали собаку, снимали. Чувств больше, но если соседи сказали усыпить собаку, он не нравится, ты знаешь, усыплять. Нет. А соседи такого не скажут? Нет, они не имеют права, во-первых. Это нужно соседа подать за это в суд, во-первых, и во-вторых, и в-третьих. Вот. И к тому же, чтобы собака должна быть действием, чтобы утопить, чтобы соседям так что-то не понравилось. Соседи должны доказать собаку еще раз. Доказать, что они имеют право освидетельствовать медики-ветеринары. Понимаешь, это не так все просто. Тебе кажется, ой, мне собака не нравится, сыпите ее, побежали усыплять. Нет, речи не идет о нравится-не нравится, о том, что это как бы решение подъездное. Я же не говорю за одного. Не подъездное, скорее всего, тебя усыплят. Если ты в подъезде походишь и захочешь такое сделать. Женя, я не говорил о... Женя, правой слона давайте поговорим. Один слон убил человека. Собака по вине людей осталась без ног. Садних. Здесь ее недалеко, у нас в Угенском районе. На складах ее выкармливали, выкармливали, выхаживали. Выжила собака, стала жить. Но она была абсолютно беспомощной. Без ног. Вы представьте, животное. Склад закрывался. Собаку выбрасывали на улицу. Люди запаниковались. Себе собирать ее никто не хочется. Представьте, инвалид. Дали клич. Кто-нибудь помогите. Германия откликнулась. Все документы составили. Семья ждала с простертыми объятиями эту собачку. Уже протезирование заказано на нее. Все остальное. Вот так вот. Вы правы. Россия долгная. Женечка, ну... И никому не интересно. Кто тебе мешает жить в Германии? Вон Виткина... Дочь живет в Германии. Света Виткина. Да? Она, правда, с мужем немцем уехала. Каким немцем? Казахским немцем, да? И он ехал там в родню. Они все равно с тобой вместе живут. Как на новой неделе тоже живет в Германии? Нет, они живут все-таки коллективами. Там они никто не... Мало кто уезжает. Вообще. Ну как, не обязательно жить в общине. Ну, по крайней мере, на начальном этапе община. А ты не поднимешься очень хорошо. Тебя поддерживают. Тебя дают и пособие, и обучают. Помогают ему язык выучить. Все. Пожалуйста. Мне очень хорошо, что так едете. Ну, Каллова тоже. Она вот и Англия абсолютно одинокая. То есть, ей ничего, в принципе, вообще нет. Ну, как, когда будет неодинокая, если она, у нее одна живет. У нее получаются дети, муж период, и вот русская приятельница. Скорее сюда она приезжает, а здесь она отдыхает. Поздно уезжает, естественно, раньше надо уезжать. Он, это, Самсин, самсин повез, повез детей малолетних. Дети, естественно, там адаптируются больше. Уровень образования очень низкий. В Англии, конечно. Интеллект низкий, образование никакое. Еще такой момент, страшный момент. Она говорит, на улицах, ну, очень редко встретишь светлого человека. Все эти черножопые, негры. Ну, Костя еще рассказывал, что в Англии одни негры. И все равно. Негры и эти, как они называются, латинцы. Нет, белатинцы, это я как они называются. Арабы. Женечка, ты будешь смеяться, мы были в Сити, там ни у кого нет. Там одни белые. В каком Сити? Ну, деловой центр Лондона. А, ну да. Ни одного. Негры в качестве лакеев максимум. Нигде их не было. Ну, один сидел в такси, там, в коляске. И все. А, точно. Успокойся. Если рыться по помойкам, то там негров бурят. Я, ну, бежим в районе, где-то живут, поэтому там одни негры. Естественно. А этот центр ТС как-то... Вы же не путайте места и местечки. Ты думаешь, здесь у нас в Брянске нельзя найти, где таджики живут? А, кстати, она не в Лондоне живет, она где-то в пригороде Лондона. Ну, а пригород, это... Извини меня, мы в пригород Парижа ездили, одни глаза и зубы. Я зашла в... В этот... Поезд. В поезд. А там... Глаза и зубы? Только белые точки. Белые точки, белые точки. Все черно. А еще темного, а нам и плотно садились. Знаешь, как жутко страшно. Женечки, весь поезд, одни негры. И они все на тебя смотрят. Они белого... Но зато потом, когда мы по дороге пытались свою станцию разглядеть, и все выскакивали, спрашивали какое-то название, они все дружно так приняли участие в подсказке. Ну, и негра нас подвезла. Они же в город, ну, в смысле, в Париж на машинах не ездят. Нахрен там, если на городском транспорте удобнее. Поэтому доезжаю до себя до остановки, до станции, и на поезде поперли дальше. Потому что он как-то сорвался. Ну, и поехал по своему ряду. Как нормальный человек. Так что как-то да. Ничего удивительного. Неправильно воспринято понятие, блин, гены перед черными. Да. И вот Катя тоже рассказывает, что там их очень защищают, их права. И дай бог, кто-то притесняет вам. Я, говорит, ходила... А с другой стороны? Я ходила на практику в суд. И на многих процессах присутствовала. Если касается дел, каких-нибудь дел с этими черными, ну, все в их пользу. Детский сад. Ну, как ты хотела. Да, как и как мне. А с другой стороны, извини меня, а что, рабов не было, негров, несколько столетий, блин. Кстати, самое забавное, что я узнал и был изрядно удивлен, что работорговлей в Африке занимались тоже негры. То есть не белые бегали по Африке, ловили негров и вывозили, а негры бегали по Африке, ловили негров и продавали белым. Вот и все. Так что не надо говорить, что там все замыкается на белых людей. Ничего страшного, в России рабство существовало очень долго. Да, и белое рабство. Белое рабство ничего страшного. Так что вы рассказываете о этих несчастных неграх? Да я не рассказываю о несчастных неграх. Я тебе говорю, что... Ну, они и сейчас живут, как Петтикан, Тарапанарат. Это кто желает? Да нет, цивилизации нет. Ё, ну это ты в Америке говоришь. И жалость высадили. Про Африку. Африка вот благодаря этим... Нужно не было комоддоваться. Да. Африка благодаря вот этим, блин, культу черного цвета, что они же в независимость себе завоевывают. Но они опять в племена превратились и все. Если негру суждено быть повешенным, он будет повешен. Кстати, хороший фильм «Джанго. Освобождение». Ты смотрела с тобой его? Да, конечно, смотрела. Вы надеете, я посмотрела? Хитрость заключается в том, что вот именно благодаря этому фильму, да, я предварительно просмотрел Гордона, Синефила, где он рассказал все вот эти вот подробности, откуда, чего и почему вот эта вот вся теория взаимоотношений белых и черных. То есть оно не на пустом месте. Он, наверное, будет первым, как раз, да? Ну, да. Что ты так едешь? В слепой зоне я в зеркало смотрю, блин, его не видно. Он со мной ехал все время? Он уже рядом, нет. Он все время там ехал? Я глянул в зад, машины нет. В бух глянул, машины нет. А он уже рядом со мной. Опять мы на эту будем заезжать? Нет, мы здесь сейчас затаркиваемся. Что там, ты думаешь, из-за того, что машина стоит? Знаешь, как вот тебя так мимикает? Ну, затонировано так, что затонировано вообще ничего. Машина-убийца. Я тебя люблю. Ой, какой ты сладкий, сладкий манчик. Тимчик! Не надо, Тимчик, спасибо! Спасибо! Тимчик! Да вижу я, что я не знаю. Пока! Ой! Ой, Саша, Саша. Оля. Не учите меня крутить машину в разные стороны. Не учите меня ломать машину. Нет, когда что ты сдашь на права? Вот чтобы просто ездила. Я согласен, чтобы ты ездила чуть-чуть. Ну, чтобы ты хоть чуть-чуть, это же уже побывала, а я сбоку посидел и постебался. Не, стебаться некуда точно. Ты? Господи! Ты только так и делаешь, что живешь только так. Ага. Только так и делаешь, живешь, что только так. Черный юмором живешь. Они должны быть привыкнувшим, что я все время куда-то поворачиваю. Привыкнувшим. В эти маршрутки. Так, у тебя еды там немного, донесем в руках. Конечно. Спасибо, Женя. Тут не задержались. А-а-а! Мы уходим, малого строго уходим. Ну, как ты, братец. Нет, конечно. Ёл, ну это наш ребенок. Вот он из тебя вылез. Вернее, сначала из меня. Он ничего не вылез. А как он появился на свет? Мы его взяли, выродили вот таким. Не можешь делать. Нет, ну я в том плане, что это не... Блин, понаехал откуда-то, блин. Понимаешь?